Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина. Вот и осень наступила. Еще стоят теплые деньки, и мы стараемся сделать как можно больше дел. И знаете, что нужно сделать в первую очередь? Как ни странно, подготовить грядки к следующему сезону. Почему? Да потому что все, чем мы их заправляем, должно успеть встроиться в землю. А это возможно, если полезные почвенные бактерии еще не спят. То есть пока температура выше 10-15 градусов. Вот уже были заморозки. В Московской области и в открытом грунте огурчики погибли. Эту грядку и начну приводить в порядок первые. Выглядит она очень непривлекательно, но сейчас быстренько все поправим. Хочу вам показать, какая у меня здесь земля. Прям пух перо. И не насыпала я такую, а именно сделала. Сами посудите, ну разве можно менять землю в высоких грядках ежегодно? Это на самом деле очень приличный объем. Невозможно столько вытащить, а еще сложнее насыпать новый. Да еще и плодородный. Да это и не нужно. Расскажу, как я поступаю. Все очень просто. Прямо на грядке в сентябре месяце я устраиваю компост. Освобождаю грядку от старой растительности. Вот такую ботву на грядке не оставляю. Ее место даже не в компосте, а на костре. Зачем нам рассадники болезни и вредителей? После того, как грядка немного расчищена, я могу брать из нее готовый компост для посадки других растений, осеннего мульчирования. Нам же осенью нужно много компоста, причем хорошего качества. Классический компост, который мы собирали все лето, еще не созрел и не годится для мульчирования посадки. А этот в полном порядке. Скажете, истощенная земля? Нет. Он был заложен всего лишь в прошлом году, осенью. И то, что в нем росло, в данном случае огурцы, особо его не истощили. Ведь огурцы-то регулярно поливались, подкармливались, эмульчировались органикой. Вынос питательных веществ восполнялся. Да, может не на 100%. Но здесь сложилась хорошая среда для полезной микрофлоры. Много нужных бактерий, отличная структура. Здесь также очень много земляных червей. Поэтому это отличное подспорье для нашего хозяйства. Итак, мы снимаем слой. Причем такой, какой нам нужен. И что взамен? Снова закладываем компост, как и прошлой осенью. То есть будем складывать сюда все растительные отходы. Кроме больных, конечно. Но чтобы он был уже готов к следующему году, идем на некоторые хитрости. Есть два совершенно замечательных препарата, созданные специально для разложения компоста, выпускаемые компанией Биокомплекс. Первый препарат – это супергумификатор, который содержит в своем составе специализированные бактерии и питательную среду, активизирующую деятельность этих микроорганизмов и азотофиксирующих бактерий. Интересной особенностью этого препарата является то, что его можно использовать прямо на грядках. Он разрушает остатки на глубину до 1 метра. Представляете, остающиеся в почве корни растения превращаются в гумус, и на их месте образуются вертикальные, воздушные и водяные каналы. Им обрабатывают почву и растительные остатки, поливая или опрыскивая. Расход 1 литра рабочего раствора на 1 квадратный метр почвы. А рабочий раствор готовим так. 10 мл супергумификатора на 10 литров воды. Для компоста берем 5 мл, то есть 1 крышечку на 1 литр. Этого хватает на 1 кубический метр компоста. То есть такого пузырька хватит на несколько грядок. Где мы берем много растительных отходов? Да вот все, что обрезаем осенью, то и годится. Посмотрите, сколько накапливается только от обрезки цветов. У меня такие кучи практически ежегодно. Это прям огородное золото, если, конечно, растения не больные. Но если такие жесткие стебли положить в наш быстрый компост, то их не перепревшие фрагменты будут мешать нам весной. Вот, например, у флокса очень жесткие стебли, почти как ветки. Поэтому мы измельчаем их на любом садовом измельчителе или рубим лопатой. Если грядка еще занята, то начинаю складывать эти измельченные отходы в ящики. Они настолько быстро начинают гореть, что уже через 3 дня меняются до неузнаваемости. Температура повышается, нет гнилостных процессов. Идет разложение другого порядка. И вот эту массу мы вкладываем на нашу грядку. Причем совсем не обязательно заправлять всю. Можно сделать только часть, потом еще часть. И так до конца. То есть забрали землю с какой-то части грядки и сразу заполняем ее этой биомассой. Как видите, у нас уже практически наполовину разложившийся компост. И мы его только раскладываем. Еще я закладываю сюда скошенную траву. Осенью мы делаем последние покосы. И вся травка как раз сюда и идет. Даю ей также немного постоять, зажечься, прогреться. Вот под дожечком постояла и уже начинает разлагаться. Это для земли прям пирожное. Черви мигом набрасываются на угощение. И тут мы еще поддаем настроение компосту супергумификаторам. Ну, никакой химии же в нем нет, а только природные бактерии. Так что все живое остается живым. И еще одно средство поможет быстрейшим образом превратить все эти отходы в высококачественный компост. Это бакаши. Известное название. Содержат они ферментированные пшеничные отруби, ламинарию, 15 полезных микроорганизмов, в том числе фотосинтезирующие и молочнокислые бактерии, дрожжи, ферментные грибки и продукты их жизнедеятельности. Прекрасный состав. Нужно равномерно рассыпать бакаши по поверхности компостной кучи от 100 до 200 мл хлопьев на квадратный метр, полить и присыпать землей. Ну и дальше снова слоями по 10-15 см пересыпаю препаратом. Так, а землю где брать? А вот тут у меня уходит та земля, которая находится в кашпо. Ведь это тоже большая проблема. Как ее обновлять? Скоро летники отцветут и земля пойдет на мою грядку компост. Там она проведет зиму в хорошей компании, свежего компоста. Весной еще дополнительно примет различные хорошие удобрения. И обновленная отправится снова в кашпо. По этому же принципу у меня растут огурцы в емкостях. Больше двух сезонов землю в этих емкостях я не держу. Обновляю при помощи растительных отходов, супергумификатора и бакаши. Вот огуречный сезон закончился и пора этим как раз заняться. Чтобы было не тяжело. Ежегодно обновляю только половину. А вторую половину в следующем году? Наверное, пока я рассказываю, вам кажется, что это все долго. На самом деле, ну не долго. Все на автомате. Ну вот зашли в теплицу, а там томаты, несмотря на сильное похолодание, сдаваться не собираются. В пасынках новых отросло, видимо-невидимо. Но кто за ними в конце сезона следит? Оборвала и куда? Да, но не за забор же нести. Бросаю на свое чудо-грядку. Их и измельчать не нужно. Они и так мягкие. Осталась земля. Вот в этом ведре, например, у меня рос томатик. Ну куда ее девать? Опять в чудо-грядку. И так постоянно. Только нужно не забывать. Время от времени поливать супергумификатором. К земле уже практически все будет готово. Какую выгоду мы имеем от совмещения грядки и компоста? Ну, во-первых, не нужно тратить лишнее место. Особенно, если у вас всего 6 соток. Во-вторых, не нужно таскать отходы сначала в компост, а потом в виде удобрения и из компоста. И в-третьих, все происходит естественно и быстро. Я не добавляю сюда пищевые отходы. Но это так, из эстетических соображений. И чтобы не привлекать мух, ос и мышей. Но если их надевать больше некуда, то, конечно, добавляйте. Но просто сверху присыпайте обязательно землей. Берегите свою землю, свои силы. Работайте на земле рационально и с удовольствием. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok